Божья милость, я будь ко мне грешным. Создал меня Господи, ты помилуй меня. Ты всесла, я согрешил Господи. Прости меня грешным, ты помилуй. Нам людям всегда следует восхвалять и прославлять Тебя, Богородицу, родившую Бога, всегда блаженную и не имеющую порока, Матерь Бога нашего, заслуживающую даже больше почитания, чем Херубин, и достойного больше прославления, чем Серафим, безболезненно родившую Сын Божий, истинную Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, всегда, и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи благослови. Господи Иисус Христос, Сын Божий, молит ради Прочистой Твоей Матери, силы чистого и творящего Креста и Святого Ангела моего Хранителя и всех ради святых. Помилуй, спаси меня грешного, потому что Ты благ и человеколюбец. Аминь. Царь Небесный, Утешитель, Дух Истинный, вездесущий и весь мир наполняющий, источник благ и податель жизни. Приди, веселись в нас и очисти нас от всякой скверной и спаси Боги и души наши. Святые Божие, Святые крепкие, Святые бессмертные, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Просвятая Троица, помилуй нас, Господи очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наши. Святые посетители, немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Цуи, Сыну и Святому Духу ныне, всегда и вовеки веков обидеть. Отче наш, сущий на небесах, досветится имя Твое, да приедет царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подвайн на каждый день. Прости на долги наши, как и непрощая на всяком должнику нашему. Не вели на свое искушение, но избавь нас от лукавого. Ботовьтесь, царство и силы и слава во веки. Аминь. Встав после сна, преподавая к стопам Твоим благи ангельскую песню, заглашаю Тебе сильнее. Свят, свят, свят ты, Боже, молитву и Богородицу, помилуй нас. Слава Цуи, Сыну и Святому Духу. С постели оснаты, поднял меня Господи. Ум мой просвети сердце, открою стабы, чтобы воспевать Тебя, святая Троица. Свят, свят, свят ты, Боже, молитву и Богородицу, помилуй нас. И ныне, и всегда, и во веки, и веков. Аминь. Внезапно придется деяние каждого обнаружится со страхом в воскресенье в полночь. Свят, свят, свят ты, Боже, молитву и Богородицу, помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Цуи, Сыну и Святому Духу, ныне, и всегда, и во веки, и веков. Аминь. Вас став после сна, благодарю Тебя, Святая Троица, чтобы великое Твою милость и долготерпение. Ты, Боже, не прогневался на меня, ленивого и грешного, и не прекратил жизни моей среди беззаконий моих, но оказал мне обычное этого человеколюбия и поднял меня спящего, чтобы принести тебе утреннюю молитву, прослать могущество Твое. И ныне просвети мои мысли, чтобы мне получаться слов Твоего. Уразумевать заповеди Твои, исполнять волю Твою. И открой уставы и чтобы прославлять Тебя в благодарном сердце. И воспевать Святейшее имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему. Господи, слава Тебя. 24-й Псалом К Тебе, Господи, возношу душу мою. Боже мой, на Тебя уповаю. Да не постыжусь вовек, да не восторжествуют надо мной враги мои. Да не постыдятся и все надеющиеся на Тебя. Да постыдятся беззаконящие в туне. Укажи мне, Господи, пути Твои и научи меня стезям Твоим. Направь меня на истину Твою и научи меня, ибо Ты Бог спасения моего. На Тебя надеюсь всякий день. Вспомни щедроты Твои, Господи, и милости Твои, ибо они от века. Грехов юности моей и преступлений моих не вспоминай. По милости Твоей вспомни меня ты ради благости Твоей, Господи. Благ и праведен Господь, посему наставляет грешников на путь, направляет кротких к правде и научает кротких путям своим. Все пути, Господни, милость и истина, хранящим завет Его и откровение Его. Ради имени Твоего, Господи, прости согрешение мое, ибо велико оно. Кто ищет их, боящийся Господа? Ему укажет он путь, который избрать. Душа Его прибудет во благе, и семья Его наследует землю. Тайна Господня, боящимся Его, и завет свой Он открывает им. Очи мои всегда Господу, ибо Он извлекает из сети ноги мои. Призри на меня и помилуй меня, ибо я одинок и угнетен. Скорби сердца моего умножились, выведи меня из бед моих. Призри на страдания мое и на изнеуможение мое, и прости все грехи мои. Посмотри на врагов моих, как много их, и какой лютой ненавистью они ненавидят меня. Сохрани душу мою и избавь меня, да не послужусь, что я на Тебя уповаю. Непорочность и правота да охраняет меня, ибо я на Тебя надеюсь. Избавь, Божий, Израиль от всех скорби его. Рассуди меня, Господи, ибо я ходил в непорочности моей, и уповая на Господа, не покореблюсь. Искуси меня, Господи, и испытай меня, расплавь внутренности моей и сердце мое. Ибо милость Твоя перед моими очами, и я ходил в истине Твоей. Не сидел я с людьми лживыми, и с коварными не пойду. Возненавидел я сборища злонамеренных, и с нечтивым не сяду. Буду омывать невинности руки мои, и обходить жертвенник Твой, Господи. Чтобы возвещать глазом хвалы и поведать все чудеса Твои. Господи, возлюбил я обитель дома Твоего и место жилища славы Твоей. Не погуби души мои с грешниками и жизни моей с кровожадными, у которых в руках злодейство и которых правая рука полна взноимства. А я хожу в моей непорочности, избавь меня, Господи, и помилуй меня. Моя нога стоит на прямом пути в собраниях благосолю Господа. Господь свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь крепость жизни моей, кого мне страшиться? Если будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои, чтобы пожрать плоть мою, то они сами притнутся и падут. Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое. Если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться. Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать святой храм его. Ибо он укрыл бы меня в скинии своей в день бедствия, скрыл бы меня в потаенном месте в селении своего, вознес бы меня на скалу. Тогда вознеслась бы голова моя над врагами, окружающими меня, и я принес бы в его скинии жертву словословия, стал бы петь и воспевать пред Господом. Услышь, Господи, голос мой, которым я взываю, помилуй меня и внемли мне. Сердце мое говорит от Тебя, ищите лица моего, и я буду искать лица Твоего, Господи. Не скрой от меня лица Твоего, не отринь в огневе раба Твоего. Ты был помощником моим. Не отвергни меня и не оставь меня, Боже, Спаситель мой. Ибо отец мой и мать моя оставили меня, но Господь примет меня. Научи меня, Господи, пути Твоему и наставь меня на стезию правды ради врагов моих. Не предавай меня на произвол врагам моим, ибо восстали на меня свидетель лживый и дышит злобою. Но я верую, что увижу благость Господа на земле живы. Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце Твое, и надейся на Господа. Слава Ту и Сыну и Святому Духу и ныне и пресны и вовеки веков. Аминь. Аллилуйя, Аллилуйя, Слава Тебе, Боже. Аллилуйя, Аллилуйя, Слава Тебе, Боже. Аллилуйя, Аллилуйя, Слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и пресны и вовеки веков. Аминь. Боже, очисти меня грешного, ибо я никогда не делаю ничего доброго перед Тобою. Избавь меня от зла, и пусть будет во мне Твоя воля. Дай мне, не подвергайся суждения, открыть мой недостойный устал. И восхвалить Святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда и вовеки веков. Аминь. Встал после сна, я посреди ночи приношу Тебе песни, Спаси, и, припадая к стопам Твои, вызываю к Тебе. Не дай мне восстановить греховной смерти, но сжалься на мною добровольно распявшийся. Скоро подними меня обеспеченно стоящего, и спаси меня стоящего пред Тобой на молитве. И после сна ночного пошли мне ясный и безгреховный день Христи Божий, и спаси меня. Владыка, человеколюбче сна, после сна, я спешу к Тебе и по милосердию Твоему принимаюсь за угодные Тебе дела, и я молюсь Тебе. Помоги мне всегда и во всем. И избавь меня от всякого зла в мире, от дьявольского искушения. И спаси меня, и види в Царство Твое вечное, ибо Ты мой Творец и источник, и податель всякого блага, на Тебя вся моя надежда. И я возношу Тебе хвалу ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Господи, повели Твои благости, повели к Твоему Твоему милосердию. Ты дал мне о работу Твоему прошедшее время этой ночи. Прости без напасти всякого вражеского зла. Ты сам, Владыка, Творец Всего сущего, удостой мне присветить Твоей истины, с просвещенным сердцем исполнять Твою волю ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Господи, Сидержители, Божия, сил бесплодных всякой плоти, на высотах небесных живущих, озирающих долг земли, наблюдающих сердца и помыслы, и ясно ведущих тайны человеческими, безначальный, вечный и неизменный свет, который не оставляет затененного места на своем пути. Ты сам, бессмертный царь, прими моления наши, которые мы в настоящее время надеемся на обилие сострадания Твоего, творим Тебе из нечистки хвостов, и прости нам прегрешения наши, совершенные нами делом, словом, мыслей, вольной и не вольной, а очисти нас от всякой нечистоты плоти и духа, и даруй нам с бодрствующим сердцем, и трезвенную мыслью прожить всю ночь здешней земной жизни в ожидании наступления светлого и славного дня, второго пришествия единородного Твоего Сына, Господа, Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, когда общий судья придется славу воззнать каждому по делам Его, да найдет он нас нележащими и сонными, но бодрствующими, и восставшими среди исполнения заповедей Его, и готовыми войти с Ним в радость и божественный чертог славы Его, и непрестанные голоса торжествующих, и невыразимая радость величьих несказанную красоту лица Твоего, ибо Ты истинный свет, просвещающий, освещающий весь мир, и Небя воспевает все творение веки вечным. Аминь. Святый Ангел, поставь на блестимую бедную душу и несчастную жизнь, не оставь меня грешным, и не отступи от меня за невоздержанность мою, не дай возможности злому демону починить мне себя посредством этого смертного тела. Возьми крепко несчастную опустившуюся мою руку, и выведем я на путь спасения. О, Святой Ангел Божий, Хранитель и Покровитель бедной моей души и тела, прости мне все, чем я оскорбил тебя в осенней моей жизни, если я чем согрешил в прошедшую ночь, защити меня в настоящий день, и сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не проняли Бога никаким грехом, и молись за меня ко Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе своем, своей милости, Аминь. Пресвятая Владыча Самая Богородица своими всесильными мольбами отгоня от меня ничтожно и несчастно рыба твоего уныния, забвения, неразумия, нерадения все скверны, лукавы, хуйны, помышления, несчастного моего сердца палачов луна моего, и погаси пламень страстей моих, ибо я нищий слав. И избавь от многих любительных воспоминаний и намерений, а освободи от всякого злого воздействия, ибо ты благословен от всех родов, твое предшественное имя славится во веки веков. Аминь. 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 Молите благословен о душах и о душах наших. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобой, благословен ты между женами, благословил благословен чрева твоего, ибо ты родила спасителя души наших. Спаси, Господи, людей твоих, благословив принадлежащих тебе, помогая православным христианам побеждать врагов и сохраняя силой креста твоего, церковь твою. Спаси, Господи, и помилуй от самого духовного Игнатия, батюшка и Акима, родители мои, братья, сестер, родственников, начальников, благодетелей, и всех ближних моих и друзей, и всех православных христианам поддай твои земные и небесные блага, не лиши милости твоих. Посети их, укрепи силы твои, дарь им здравия, спасения души, ибо ты благ и любишь людей. Аминь. 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 Покой, Господи, души усопших работаем, родители, родственников, благодетелей, всех православных христианам простим все грехи вольные и невольные. Даруй им Царствие Небесное со святым покоем Христи Дух всех христианам души рабов твоих, прадцев, отцов и братьев наших, там, где нет ни болезни, ни печали, ни душевных страданий, но жизнь бесконечна. Воистину достойно прославляйте как Богородицу всегда блаженную и пренепорочной Матери нашего Бога. Вовлечайте как истинную Богородицу, родившую без болезни Богослова, достойную большей почте, Херубима, и сравненно славнейшую неже Серафима. Слава Свою Сыну и Святому Духу, ныне, всегда и во веки веков. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, Иисусе Христе, Свири Божий, молитвари про чистый Твою магию, преподобных богоносных отцов наших и всех святых, помилуй нас, аминь. 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 Боже наш, мир и сивой небесный Отец, помилуй детей наших, за которых мы смиренно молим Тебя и которых предаем на Твое покречение и защиту. Вложи в них крепкую веру, научи их благоговеть пред Тобою. Удостой их крепко любить Тебя, нашего Создателя и Спасителя, направь их Божьем на пути истины и добра, чтобы они все делали во славу Твоего ими. Научи их благочестиво и добрительно жить, быть добрыми христианами, полезными людьми. Дай им здравие душевно-телесно успех в трудах и избавь их от хитрых козней дьявов, многочисленных соблазных и скверных страстей, от всяких нечестивых и беспорядочных людей. Ради Твоего Сына, Господа нашего Иисуса Христа, молитого Прочистой Матери всех святых, приведи их к пристани Твоего вечного Царства, чтобы они вместе со всем праведным всегда благодарили Тебя среди народным Твоим Сыном, царящим Твоим Духом. Аминь. Господи Боже наш, возри на детей наши и спошли на них Духа премудрости, разума, благочестия, чтобы они скоро уразумели свой или изучаемый им предмет употребили на благо Твоей Церкви, на пользу ближним на свое спасение, потому что Ты источник премудрости и Тебе славу возносим всегда и неприсно и во веки веков. Аминь. Молитесь всегда и Господи помил отца и духовного родителя и сродника благодетели митрополита Илариона епископа Евтихия Вениамина Агафангела Диамида Тихона Антония Священарея Акима Павла Геннадия Сергия Сергия Василия Иоанна Михаила Наума Кирилла Амросия Вадима Зосима Максима Владимира И Глебу не дай погибнуть Диаконов Евгения Александра Михаила Андрея Епископа Максима Митрополита Сергия Патриарха Кирилла Венедикта Франциска Корнилия Александра Диодора Митрополита Тихона И весь священниче Скино Скин И высший Истинный Служитель Миссионеров Христианам Язычникам Иудеям Мусульманам И буддистам И нам Дай священника Если угодно Тебе Смири Власти Воинств Их Наведи Страх Твой На них И через них Сотвори Благое Церкви Твоей Умудри Добрые Законы Издавать Добрые Дарь Достойно Жить Людям Чтобы было Еще Уделять Нуждающимся И сохранить От покушения На них Владимира Дмитрия Дональда Рамзана Владимира Александра Эрдогена И Амана И даруй Мир Израилю России Украине Сирии Где война Идет И научи Нас Ценить Это мирное Время И приготовь Землю К великим И грозным Испытаниям Грядущим На всю Вселенную Слава Тебе Господи За тихую Мирную Ночь Что жизнь Нашу продлил И разум Сохранил Дай нам Желание Трудиться Обнаружить И умножить Все наши Таланты Дарованное Тобой Из-за всего Почти нам Добрых Помощников Наставников Советников И в этот день Сохрани от Всякого Рода Зла И греха От Нарушения Заповедей Твоих Прибудет И избави От непосильных Искушений Господи Ставы Арахиль Замосли Недобрые Умягчи их Сердце Примири С нами И в судный День Не помяни Их Безумие И ты уже Смиряешь И слава Тебе Боже Наш Найди Вера Отступников И возврати На путь Спасения Николая Михаила Александра Юлия Благослови Максима Добрых Людей Помощников Нам Пошли И благослови Елену Людмилу И обрати Евгения Наталью Надежда Юрия Эдуардов Все Наше Родство Найди Евдокию Валентину Ирину Татьяну Марку Нину Ольгу Елену Марию Татьяну Путешествующих Раиса Ива Виктора Спаси нас Господи И помилуй И от пьянства Избавив Пала Михаила Андрея Владимира Александра Игоря Посети Господи Болящих Дай силу Терпение Перенести Страдания И пошли Мы Селение Илариона Кирилла Алексея Надежду Алектина Людмилу Татьяну Татьяну Валентину Валентину Мария Александра Анну Благодарю Тебя Господи За друзей За врагов За здоровье За болезни Ибо По твоему Благоволению Все это Может оказаться На пользу Слава Тебе И сохрани Наше сокровище В интернете И книге Здесь И пути Трудящихся Игоря Юлию Валентину Дмитрия Отче Свят 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 Господь Сававов Вся земля Полна Слава Его Аллилуйя Слава Вышних Богу На земле Мир Человек Благоволения Благодарю Тебя Господи За тот день В который Дал мне Веру В Тебя Страх Пред Тобой И ожидание Суда Божия Благодарю Господи Тебя За тот день В который Дал мне Святую Библию И указал На толкование Святых Отцов И на каноны Церкви Как на истину Воздай Вечности Всем Кто трудился Над моей Душой Возрастания В Тебе Мария Степана Александра Михаила Иоанна Пресвятая Госпожа Богородица Преснодева Мария Матерь Христа Бога Нашего Спаси Нас Молитвами Своими Господи Воздай Добром Всем Кто Участвовал С нами В путешествии Благовестия Благославия Виктора Николая Павла Зинаидова Владимира Дмитрия Сергея Людмилу Надежду Хвала Тебе Ангел Христов Хранитель Мой Святой Моли Бога Омне Грешим Добрый Мой Ангел Благодарю Тебя Сколько Лет Ты Защищал Сохранял От Видимых И Невидимых Опасностей Прошу Тебя Мой Ангел Не покинь Смертный Сейчас Когда Душа Будет Разгущаться От Тела И Проведи Душу Мою Помытарством Страшным И Непонятным И Веди Навеки Вечное Царство Христа Бога Нашего Аллилуйя Иоанн Креститель Претеща Христов Моли Бога О Нас Мужчина Житий Бедности Имея Пропитание Одежду Быть Благочестивым И Довольным Никогда Не Роптать Никому Не Завидовать И Во Всем Быть Экономным Чтоб Было Из чего Уделять Нуждающимся Святитель Христов Никола Мерликий Чеш Дотворец Моли Бога Нас Святые Пророки Илья Самуил Аарон Авель Ной Иосиф Патриарх Ездра Неем Амос Наум Исайя Иеремия Варух Изыки Иосия Иаиль Агей Сафон Захар Малах Давид Нафан Данил Отрок И пророк Михея Варам Исааки Аков Да Исполнит Господь Духом Пророческим Церковь Свою Дабы день Прихода Твоего Нашего Отшествия Не засталось Неготовыми Но чтобы Вышли навстречу Тебе Господи С горящими Светильниками Истинной Веры И сосудами Полными Илея Добрых дел Соделанных Духи Святом С любовью Аллилуйя Молите Бога Святые Ангелы Архангелы Херувимы Сиропы Все небесные Сины Престолы Божьего Престоящие И Святые Апостолы Петр и Павел И ангелисты Матвей Марк Лука Иоанн Святые Мученики Мученицы Игнатий Богоносец Подыкарм Смирский Устин Пилософ Космай Дамиян Андрей Сортилат Иерон Мученик Климент Римский Климент Анкирский Анфим Николин Деоргий Победоносец Пантелеим Сорок Святых Мучеников Царь Николай Святое Царское Семейство Владимир Вениамин Иосиф Борис Иглеб Молей При Бога О нас Да укрепит Господь народ Свой Дабы никто Не привел Начертания Сбери Антихриста Анфим Вениамин Идая Веру Саши Родители Такое Ложное Воспитание Молите Бога О нас Святые Отцы Василия Великий Григорий Богослов Ян Златоусов Афанасий Великий Фрем Сирин Антоний Макарий Макарий Антоний Феодосий Корнили Ио Сергий Радонский Степан Пермский Серафим Сарубский Антобольский Антронштадтский Антронштадтский Кирилл Мефодий Иннокентий Николай Макарий Алтайский Филарет И все Перевозчики Священного Писания Молите Бога О нас Да Сохранит Нас Господь Святой Православной Верой Азамас Редиков Поразрушим Ничто Преврати Молите Бога О нас Святые Жены И Девы Фёка Первомущени Сапатина Самарянина Феврония Вера Надежда Любой Матерь София Наталья Адриан Варвара Екатерина Перепетую Татьяна Ирина Ольга Елена Нина Мария Магдалина Мария Египетская Приски Ла Акила Андроник Юник И Пряна Устина Да Даруй Господь Послушание Молчание Соломудрие И стыдливость Женам И девам И сохрани их От всяческого Поругания И справки Покорилась Галина Семейство Евгения Надежда Людмила И Анна И прими Нашу молитву Воздиание рук Как жертву Вечернюю Благоухание Приятное Перед престолом Благодати Твоей Господи И соедини Молитву Нашу С молитвами Всех святых Молящихся Тебе Господи На небе И на земле Господи Божий Наш Услыши И исполни Молитву Всех Молящихся О нас Во благо Нам Любящий Наш Отец Небесный Ради Голговских Страданий Сына Твоего Единородного Господа И Бога Нашего Иисуса Христа И пролитой Им крови За нас Прими Нашу Молитву И исполни Ее О всех Заповедавших Нам Молиться О них Спаси Господи И помилуй Аллилуйя Говори Господи Владыка Слушает И дослышит Раб Твой 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Сегодня, смотри, сколько людей нету, которые постоянно были, без пропуска. Виталия нету, ну и другая Елена. А почему? Не связано ли это с тем, что ты пришел позже, почти на 10 минут? Люди заглянули, было, кто-то звякал тут, и их нету. Я вот когда в Потеряевке бываю, я боюсь проспать. Я прошу Надежды Васильевна, потому что я ночью сижу, ну, вот сегодня я начал 15 минут первого часа, я уже сижу за компьютером здесь. Вот. И она тут ночью идет с фонариком, и мне в окно стучит. Раз на контроле я наказываю, по мобильному телефону звонит Татьяна Кузьминичина, и рядом через дорогу Володя Пащенко. Три. У тебя ни одного нету. Да наверняка. Почему? Беспечный. А почему ты мне обратиться к Ольге Николаевне? Она всегда бывает, никогда не опаздывай. Скажи, меня если нету, то звони сразу ту же минуту, а не тогда. Я тут Володя, звони. Начинаю искать. От тебя же это зависит-то. Уже не один раз это было. Позвонили, вот он ты. А люди потерянные. Может, не с этого, но очень похоже. Отошел. К слову сказать, вчера был в больнице, и ночью выставил ролик. Это не допускали меня никак. Там Татьяна все, ее дочь, Алифтинина. А мы побыли, хорошо поговорили. Четыре часа прошло, 800 человек посмотрели. Ну, сейчас больше. Четыре часа. По 200 человек в час. И люди знают это, и молятся, и все отзывы положительные. Страх какой. Боятся, боятся. Страшно это. У нас есть такая душа, одна муж-развратитель ушел, а она здесь есть. И сама утром рано детей отвозят к баптистам, а потом идет молиться сюда. Вот еще безумие-то какое. Здесь занятия с детьми идут? Нет. И претензии имеют? Нет. А что? Грех, безумие, страх. Боятся, как только увидят, снимают страх. А учат бы из них в озере огненном. Все. Ирия Павлович, у меня текста не было молитвы. У всех был текст, да? Сегодня. Нет. У меня не было. Я отсюда никогда в собрании не бывает. Не на том занятии. Что ты слепаешь, что ли? Счеты какие-то считаешь. Они никакого значения не имеют счеты. Что в этом все? Не было. Не было тех, что Дани и выставил. Абсолютно неверно у тебя мозги. Время, рамы, мера. Да какая разница. Да не довозит она. Она их всегда бежит. Так. И сразу все. Дорожьи господь, щицы, будет там вымереть. Господь, непонятно. Сама, своей машиной, руками детей отдаются по мне. И в улице встречаетесь, ездит, тебя возит. Давно она уже все разгромила. И вот и не прикаталась к ней. Как клюра от супниши. Они добрые. Все добрые. Много и хороших в воду находятся. Ни на одном занятии не оставалось. Никогда. Ни на одном благовестий никогда не было. Что не понятно-то? А это связано с телесметием, друг с другом, не с телеветиками. Она-то не вылазит. Детей-то ни один, ни два. Детей-то ни два, три. И все там. А это как будто ничего не значит. Так, Ольга Николаевна, ну просьба к тебе. Я хоть и поручал двум человекам, если меня не будет, чтобы они мне звонили. Ну такой уж я и беспечный. Ну ты тогда третья будь. Как угнать тихо еще. У меня твоего телефона, брат, нет, напишешь? Да. Так, начинаем. Начинаем. Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Тема «Русская православная церковь». Том 17. Вопрос 3147. Вы могли бы выразить коротко и для всех понятно, почему вдруг зарубежные решили объединяться с патриархийными? А отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Во-первых, они ничем друг от друга никогда не отличались. Нигде Слово Божие не было авторитетом. И проповедь прямо о Христе не стояла на первом месте ни у тех, ни у других. А остальное тоже один к одному. Для них возрождение означает воцерковление, храмы, монастыри, монашество, мощи, иконы мироточивые чудотворные, кресты поклонные, канонизация, паломничество. По святым мостам традиции, корни, предания и прочее подобное. Если в этом не было разъединения, то и объединять нечего было. Они всегда были едины. Там подпитка ограничена. Она только за счет новоприбывших. А этот источник почти исчерпан. Дети через смешанные браки уходят навсегда. И если не сейчас объединяться, то через десятка-два лет уже и не будет, быть может, надобности ратовать за объединение. Их рывок и радость в ту сторону патриархии могут быть видны в примере древности. Книга Судей, 18 глава, 18-20 стих. Когда они вошли в дом Михи и взяли Истукан, Ефот, Терафим и Литый Кумир, священник сказал им, что вы делаете? Они сказали ему, молчи, положи руку твою на уста твои и иди с нами, и будь у нас отцом и священником. Лучше ли тебе быть священником в доме одного человека, нежели быть священником в колене или в племени Израилевым? Священник обрадовался и взял Ефот, Терафим и Истукан и пошел с народом. Экклесиаст 7,13. Смотри на действование Божие, ибо кто может выпрямить то, что он сделал кривым? А вот таким общинам, где Слово Божие на первом месте, где постоянно звучит проповедь, и где чтение библейских текстов, в том числе и в Салтире, в храме только на русском языке, где выполняются все каноны соборов, оглашенные языдити, где катехизация от трех до пяти лет, тем ни под каким видом нельзя соединяться с беззаконующими, ибо это смертельно опасно. 2 Коринфянам 6,15. Какое соучастие верного с неверным? Над каждым поколением висит своя беда, тяжелая, внезапная для всех. Ее заранее полезно увидеть, она всегда не даром, а за грех. Сначала лупят нас поодиночке за воровство, за пьянство, за измену, потом нагрянет неизбывно, срочно, и в неводине рыба, только змеи, беспечность, безразличие всеобщее, и только кое-где лишь единицы по тайным уголкам и днем, и ночью старается поститься и молиться. Но той беды никак не избежите, она по плану к нам от Иеговы. Борьба за мир, подпорки очень жидкие, все договоры рвут, они условны. От изобилия, муки, деликатесов не будет ни следа, ни порошинки. Мечта одна, досыто бы наесться, купить за то, что дедами нажито. Пока лишь в сполохе терактов кое-где болезнями пугают произвольно. Как признаки конца не проглядеть, на раны не бальзам, но много соли. Нет совести, на ней одни коросты. Жестокость пожирает нищету, ломают переломленные трости. Дозрим, дослышим, будем на чеку. Жируют богатеи клан, клан любодеев. Жалобы на них к небесному престолу, и час возмездия эксперты проглядели. От цитаделий зла не обретешь осколков. Кто ценит время нынешней свободы, на благовестье тот, не покладая рук, с полынью ужин от Иисуса подан. Потоки бед нечаянно напрут. 24 мая, 2006 год, Игнатий Лапкин. Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Тема «Русская православная церковь». Том 17, вопрос 3154. «Что еще до начала Всезарубежного собора насторажено?» Сергей, ты 1154, где бронерка стоит? Ну как же так? Заново. Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Аминь. Книга «Открытым оком». Тема «Русская православная церковь». Том 17, вопрос 3151. «Что еще до начала Всезарубежного собора настораживало лично вас?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Кому-то покажется мелочью, но мне весьма удивительно было читать предписания, в каком виде следует быть на соборе. Цитата. 6 мая 2006 года, в субботу, 4 дня, состоится встреча о Дегитрии русского рассеяния. Куско-коренной чудотворной иконы, затем панихида по преснопамятным первоиерархам русской православной церкви за границей и всенощное бдение. Просим всех делегатов, священнослужителей, на богослужениях и на всех рабочих сессиях 4-го Всезарубежного собора быть одетыми в черных рясах, а делегатов мирян в пиджаках и галстуках. Начин открытия духовенства обязательно, кому положено, быть в клобуках и камелавках. По одному этому отрывку уже нужно признать, что разницы между московской патриархией и русско-православной церковью за границей нет. И пусть они, в кавычках, венчаются. Встреча о Дегитрии, как одушевленного и как личность, разве может заменить Библию? Или поклонение образу, иконе, равнопокорности, Слову Божию? Относительно панихиды. Нужно молиться, чтобы первоиерархи не восстали из могил, а то бы они тут же и умерли бы. Как же так РПЦЗ скатилось к собственной могиле? Неужели Антони, Филарет и Анастасий стали бы участниками этого позора и поставили свою подпись, что всю жизнь они не туда тянули борозду? Но совершая панихиду, нужно и воображение иметь. Не хоронить свою совесть глубже их склепов. Что до галстуков, масонских знаков, то тут комментарии излишни. Кто дал эту установку и почему с ней согласились тамошние патриоты? Галстук не атрибут одежды, он не греет, не украшает, просто готовая для преступников петля. Галстук изначально вводился для замены нательного креста. Только через галстук видно, кто же заказчик этой пьесы, что исполнители – жалкие трусы. Тут и им понятно. Цвет черный отражает внутреннее содержание этой вакханалии по объединению. Тризна и траур. Достаточно одного послания епископа Даниила и уже сидели бы спокойно, забыв об объединении, о разрушении РПЦЗ. Лавсайк, страница 106, цитата. Аполлос много порицал тех, которые носят оружие и отращивают волосы. Ибо такие люди, по его словам, тщеславятся и стараются нравиться людям. Иезекиль 20.32. И что приходит вам на ум, совсем не сбудется. Вы говорите, будем как язычники, как племена иноземные, служить дереву и камню. Сирахова 20.27. Одежда и осклобление зубов и походка человека показывают свойства его. Первопроходцам нелегко нам быть, особенно в библейском толковании. Тысячелетия толклись, быть может, у корыт, доспехи для монашества ковали. А следовало, надо бы вникать и сращивать в сравнении пророков, искать изюминку и золото в стихах, не пропустить и йоту ненароком. Те пионеры числятся в отцах, искусных в толкованиях библейских. Еретики пытаются кромсать свою, выпаривая в заковулках плесень. Но столько упущений завелось в крещениях, в служениях, в обрядах, что безмытежность выдула насквозь, хотя решение в простоте и рядом. Быть первым, начинающим с нуля, печатно и ответственно в потомках. Противники побитые скулят, непросвещенные из подземелий темных. Их имена сотрутся через час, иное не другом не светит и не брежет. В хвосте плетущемся прилично лишь мечтать, высовывать свой нос как можно реже. В забытых и заброшенных садах раздолье для прививок и массиву, преодолеть пред цензором свой страх. Оригинально выйдет и красиво. Разрыв во времени с умершим и забытым заполнится слезами сожаления. А плакать искренно безвременно убитых. Коль промолчим, не так же ли с атлеем? И потому троплю свою стызю, разворошив монашеские кельи первопроходцами апостолов там зарю. Они и ныне многое успели. 2 июня 2006 год. Игнатий Лавкин. Игорь Павлович, там вверху стихи по массивам, а ты прочитал и массивам. Вот так она заметила. Я думаю, он очень классный. Хуй. Возьмутся назад, уже три куплета промолотил. Довольно не промолчало. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Тема «Русская православная церковь». Том 17. Вопрос 3158. После 4-го всезарубежного собора архиереи еще отдельно собирались. Разве они могли принимать какие-то дополнительные решения, кроме тех, за что уже проголосовали на соборе? Если они примут иные решения, то что нам тогда делать? Отвечает Игнатий Тихонович Лавкин. Они утверждали, как и всегда в мирских организациях так делается, уже принятое. И ничего дополнительного, на что собор их не уполномачивал. Они ни в коем разе не должны посягать. Рассмотрим вкратце, что же архиереи изрекли. Выделю лишь слова, на которые следует обратить повышенное внимание. Цитата. Архиерейский собор, собравшийся в доме святителя Тихона Садонского под покровительством Адигитрии русского зарубежья Курска, коренной иконы Божьей Матери в городе Сан-Франциско, приветствует свою богохранимую паству, рассеянную по всему лицу земли, светлым пасхальным приветствием Христос Воскресе. Опираясь на поддержку 4-го всезарубежного собора и выражая его единодушное желание, мы предприняли определенные положительные шаги к достижению вожделенного церковного мира в нашей поместной русской православной церкви. С Божьей помощью достигнуто общее согласие поэтапного развития канонического и евхаристического общения между разрозненными частями единой русской церкви. В комиссии по переговорам со встречной комиссией Русской Православной Церкви Московского Патриархата поставлены определенные задачи для неотложного обсуждения на следующем совместном заседании по решению остающихся вопросов. Надежда на богоугодное врачевание вынужденного разделения открывает нам вдохновляющую возможность единодушного созидательного труда на Ниве Христовой. Трудно измерить и оценить, сколько времени и сил было потрачено на противоборство с обеих сторон в те десятилетия разделения, когда существовала безбожная власть, пытавшаяся разрушить, но невозмогшая одолеть Христову Церковь на многострадальной земле российской. Освобождающиеся силы церковных деятелей и всего православного сообщества должны быть направлены на мужественную борьбу с грехом, который небывало глубоко поразил все человеческое общество, не щадя и христианские семьи. Противостояние друг к другу русских единоверных людей после падения советско-атеистического тоталитаризма уже причинило много вреда, и особенно в деле воспитания детей и юношества. Невозможно далее мириться с тем, чтобы мы православные русские люди были не то что участниками, но хотя бы только равнодушными и безучастными наблюдателями раздирания нишвенного Христова Хитона и междоусобной распри единоверных и единокровных братьев во Христе. Особенно ясно нам стало это, когда мы все были свидетелями видимого влияния Святого Духа на участников Четвертого Зарубежного Собора, открывающего нам, что единство в истине и любви есть воля Божия, и все человеческие стремления должны преклоняться перед ней. Мы не намерены идеализировать ситуацию. Несомненно, у обеих частей русской церкви есть еще проблемы, требующие исправления. Так услышим же Христа, говорящего нам, Матфея 7.3, что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь. И поступим по апостольскому указанию в Галатам 6.2. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Мы, архиереи Русской Зарубежной Церкви, не просто стараемся уловить и учесть настроение нашей паствы, чтобы лавировать на гребне переменчивого мнения большинства, но более всего должны искать в молитвенной сосредоточенности и в духе, а не в букве Евангелия Святых Отцов и Канонов Церковных волю Божию. Ее-то мы и стремимся передать вам, дорогие наши пастыри и миряне, чтобы шествовать нам вместе путем земной жизни, неся крест послушания Христу. Лука 9.23 и Матфея 10.38. Давайте откроем Лука 9.23. Ко всем же сказал, если кто хочет идти за мною, отверни себя и возьми крест свой и следуй за мною. Матфея 10.38. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот не достоин меня. Пастырский подход диктует нам с осмотрительностью делать шаги на пути примирения с Русской Православной Церковью Московского Патриархата, чтобы, цитата, не сломить тростинки надломленной. Матфея 12.20. Но осмотрительность совсем не означает поворотов спять или отложение богоугодного дела примирения. Нам диктуют не сроки, кем-либо установленные и предписанные. Дело единения Церкви Русской мы намерены совершать неотлагательно, по мере удовлетворительного, взаимоприемлемого решения остающихся проблем. Они известны и четко сформулированы. Новых претензий выставлять мы не имеем намерения. Каноническое и открываемое им евхаристическое единение Русской и Зарубежной Церкви и Русской Православной Церкви Московского Патриархата совершенно необходима как единственная возможность осуществить созыв Поместного Собора Русской Православной Церкви с участием всех ее частей, о котором говорили наши предшественники, духовные вожди русского зарубежья. Путь к этому собору, путь единения, а не полемических споров. 1 Коринфянам 3.3 Итак, обращаемся мы к нашей дорогой пастве с молитвенным призывом отложить споры и разногласия и влиться в спасительное делание восстановления единства Русской Церкви. Как говорит царь Соломон при мудрости 10.12 «Ненависть возбуждает раздоры, но любовь покрывает все грехи». Слово Божие поучает нас и о том, что времена меняются. Экклесиаст 3.1 «Всему свое время и время всякой вещи под небом. Было время противостояния, наступило время примирения. Лежащий возле мир нуждается в свидетельстве о нашем единстве, о том, что у нас за рубежом с нашими братьями и сестрами на возрождающейся нашей Родине действительно, Ефесянам 4.4.6, одно тело и один дух. Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас. И мы, архипастры, обращаемся к вам, нашей боголюбивой пастре, умоляя вас по слову апостола, Ефесянам 4.1.3, «Поступать достойно звания, в которое вы призваны со всяким смиренно-мудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Христос Воскресе!» Подписи. Лавр, митрополит восточно-американский и нью-йоркский, перво-иерарх русской православной церкви за границей, Алипий, архиепископ Чикагский и Детройтский, Марк, архиепископ Берлинский и Германский, Иларион, архиепископ Сиднейский и Австралийска, но вот что-то непонятно, Кирилл, архиепископ Сан-Франциский и Западноамериканский, Евтихий, епископ Ешимский и Сибирский, Агафангел, епископ Таврический и Одесский, Михаил, епископ Женевский и Западноевропейский, Даниил, епископ Ирийский, Гавриил, епископ Манхэттенский, Агапит, епископ Штутгартский, Петр, епископ Клевлендский, епископ Амвросий, 17 мая 2006 год. Цитата. Освобождающиеся силы, троеточие, воспитания детей и юношества, влиться в спасительное делание восстановления в духе, а не в букве подчернутой Евангелия, святых отцов и канонов церковных. Далее Игнать Тихонович, видимо, комментирует. Это пустопорожные слова, но нигде ничего не изменится, ибо нет живой проповеди Евангелия в народе. А тут еще и буква не нужна. Значит, каждый наворачивает, что хочет. То, что 10 мест Писания подтверждают необходимость прощения, прекращение противостояния, это чудесно. Но ниоткуда не видно, что это нужно делать именно с нераскаившимся узурпаторами власти в Московской Патриархии. Цинизм Патриархии беспределен. В момент, когда идет собор, дельцы Московской Патриархии участвуют в экуменических шабашах. Они презирают все желания зарубежной своей пасты, прожженные аферисты, карьеристы и беззаконники. Им и век им не нужен Всемирный Совет Церквей, но едут к ним, выполняя волю масонов. И туда тянут несчастных овец. Израильское и Иудейское царства могли объединиться только по закону Моисееву и приносить жертву единому Богу Иегове в Иерусалиме, а не в Самарии и Дании. Прокусая 68 «Кто это летят как облака и как голуби к голубятням своим?» Речь-то вовсе не о том, нужно вести, что кто-то лучше, но порабощение, полное разложение произошло за эти годы. Произошло не где-то, а в Москве, в образовании, в детище Сталина Берии МП. И потому возвращение в дом заграничных не есть возвращение в прежний дом, но туда, где засели хулители истины. С кем объединяться, и к кому лепиться, и ради чего? Прокусая 31 Горя непокорным сынам, говорит Господь, которые делают совещание, но без меня, и заключают союзы, но не по духу моему, чтобы прилагать грех ко греху. Не вопросив уст моих, идут в Египет, чтобы подкрепить себя силой фараона и укрыться под тенью Египта. Но сила фараона будет для вас стыдом, и убежище под тенью Египта бесчестием. Все они будут постыжены из-за народа, который бесполезен для них. Не будет от него ни помощи, ни пользы, но стыд и срам. Пройти огонь, горнило испытания, и воды моря будто по ручью. На это не у каждого сил станет, не каждому экзамен по плечу. Если дьявол видит, что орешек так просто сходу вдруг не расколоть, тогда смычком он по-живому режет, канонизирует живьем вонючку плоть. Под протрубы медные намедни ты слыхал, когда богами нас провозглашали. Позолотили шайки и лохань, и мы принять, увы, не оплошали. Побить камнями жаждут иудеи обрезанного некогда под савла. Не за грехи, за новые идеи гиенна с тартером на целый тарс восстали. А он, гонимый, плакал и о них. Готов был быть, а да господа отвернут, подстать блинному Гераклу к ним проник. Для их религии он оказался берпут. Все выдержал, смиренно перенес, переносяся с благовестием всюду, и жил не сам. В нем обитал Христос, в дому Христа считал себя посудой. Его и богом вздумали на речь, ни одного, а с земляком варнавой. О трубах медных и завел я речь, как трудно совладать с земною славой. Дух обольщения слюнявит руки нам, эпитетами сыплет, не скупясь, а через час уже начнет пинать и повергать в воскресном платье в грязь. Молитвой и постом охлонись, поклонов не жалей пред Иеговой. Жизнь колесо то вверх, то вниз. Мы устоим, когда Христос основа. 11 апреля 2006 год, Игнатий Лапкин. Игнатий Павлович, там Илларион Австралийский и Новозеландский. До меня уже позже дошло. Благодарю. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Тема «Русская православная церковь». Том 17. Вопрос 3159. Что самое неприятное услышали про всесорубежный собор? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. То, что там была завеса тайны, которую обильно культивировали и тратились на сохранение их. Не разрешали фотографировать свободно, снимать на видео, записывать на магнитофон. Я такого не видел даже в судах. Не говорю о конгрессах и конференциях и круглых столах. Сделалось страшно. Для чего же клобуки-подкаблучники делали эту тайну, хотя на каждый день с собора выставляли некую информацию в интернете? Да только для того, чтобы дать миру не истину, как все было, а на сто раз процеженную, отредактированную сущность, как у осуждаемых ими коммунистов. Первое царство 2.9 Стопы святых своих он блюдет, а беззаконные во тьме исчезают, ибо не силою крепок человек. Иов 12.25 Ощепью ходят они во тьме, без света и шатаются, как пьяные. Если там была их адегитрия, если столько молились, так почему же свои шпики-секьюрити бродили по залу и шныряли по чужим магнитофонам, чтобы кто чего не записал? Сами по себе ли они трудились, или им было уже оплачено заранее? Да ни один из них и не посмел бы вылавливать Сахарова и Солженицына, если бы не получили на то добро. Умышленно обманывали народ, что после соборов в 2006 году никто вроде бы ни о каком соединении СМП и не думал даже во сне, а тут как разнесло, в раз забеременела и понесла, и разродилась в зале. Такую тайну делают, когда опрастываются от незаконного семени и сдают дитя на сторону. Бог желает, чтобы люди были завячими, а тут напротив скрываются, во тьме держат. Да разве это частная лавочка? Мою участь решают и участь потомков, а закулисные сделки маячат рядом, прокисая 42.7, чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения и сидящих во тьме из темницы. «Если все по правде было, то для чего же скрывать соделанное?» Иоанна 3.21 «Поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. Боятся князья своего народа, своих подопечных, и скрывают, о чем разговор был». Иеремий 38.19.22.24 «И сказал царь Седекия Иеремии, «Я боюсь иудеев, которые перешли к халдеям, чтобы халдеи не предали меня в руки их и чтобы не надругались надо мною. Вот все жены, которые остались в доме царя Иудейского, отведены будут к князьям царя Вавилонского, и скажут они, «Тебя обольстили и превозмогли друзья твои, ноги твои погрузились в грязь, и они удалились от тебя». Все равно знать будут люди, что за обстановка была на соборе, кто что говорил. Но теперь, так как не имеется подтверждающих фотографий, съемок и записей, вполне и без умысла могут вкраситься погрешности, и они все до единой будут против устроителей процеживания информации, против замысливших обольстить свою душу и тем опозориться навсегда. Когда Иевуй измыслил убить всех жрецов Вааловых, он послал своих секьюрити-шпионов, чтобы никто не проник в среду посвященных, которым уже был уготован конец от меча. 4 Царств 10.23 «И сказал служителям Ваала, разведайте и разглядите, не находится ли у вас кто-нибудь из служителей Господних, так как здесь должны находиться только одни служители Ваала». На соборе должны бы при начале съезда предупредить, чтобы все захватили с собой видеоаппаратуру, фотоаппараты и магнитофоны, чтобы все записывали, чтобы кто случайно не перетолковал деяния столь уважаемого собора. После первой же молитвы попросили бы всех, кто не имеет средств записи, переписать у других и показать своим прихожанам. Боялись, как будто их жизни угрожала смерть. Деяния 23.22 «Тогда тысяченачальник отпустил юношу, сказав, никому не говори, что ты объявил мне это». 4 Царств 9.15 «И сказал Ииуй, если вы согласны, то пусть никто не уходит из города, чтобы идти подать весть в Израиле». В Израиле. «Если было особое откровение скрыть для будущих поколений, то должны объявить о том». 3 Ездры 14.6 «Эти слова объяви, а прочие скрой». Откровение 10.4 «И когда семь громов проговорили голосами своими, я хотел было писать, но услышал голос небоговорящий мне, скрой, что говорили семь громов, и не пишись его». Святые всегда старались, чтобы их деяния досконально были известны «всем на земле до последней буковки». Деяния 15.20 «А написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленины и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе». Это же касается описания и допросов, и собраний. Галатам 2.11 «Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию». Деяние 23.3 Тогда Павел сказал ему «Бог будет бить тебя, стена подбеленная, ты сидишь, чтобы судить по закону, и вопреки закону велишь бить меня». Разгадывать лукавство главарей, епископов с их хитрым метрополитбюро не хватит и мозгов, дабы узреть, разоблачить наследственных воров. Они пылят на жирном таковище, каменюке вор ганят, не стыдясь. Но год пройдет, их праха не отыщет. Такая гниль и высшим сортом мразь. Объединять! Вот лозунг оголтелых, так просто оболванить простецов, им до спасения никакого дела, и дух в щепоть замерзшую усох. Объединять и властвовать всеядно, на все обычаи и за границы плюнут, вчерашние свои решения рядом, но их пинают, распуская слюни. Я рядовой. Ответственность за души лежит на мне. Во мне жива душа. Монашевский пустынник зноем сушит, живущим в мире жаждет помешать. Им пропитание солеждой так нужны, в апартаментах с княжеским покровом. Из непотребных треб доход прессуют в жмых, и на одной рогожке уместились трое. Так каково мне выстоять, спасти среди бессовестных и дико озверелых, мне вверена коротенькая жизнь, не погубить бы душу в бренном теле. Христу воскресшему, грядущему с небес и Библии святой благословенной я вверился, примерил тяжкий крест с патриархийно вавилонским пленом. Грядущий обещал и не умедлит, еще немного стоит потерпеть. Отцы нас проиграли на обеднях. Страдать и плакать предстоит теперь. Проиграли. Пятое июня две тысячи шестой год Игнатий Лапкин. Отцы нас проиграли на обеднях. Ой-ой-ой. Никогда бы не сказал что-то так. Не разумался. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга Открытым оком. Тема Русская Православная Церковь. Том 17 вопрос 3160 Ваши делегаты подтвердили, что обстановка на соборе была не в христианской любви и свободе, что было много следящих, подслушивающих. Чем же это объяснить? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Только одним, что скоропалительного объединения не произошло, а акт о том был уже заранее написан, поэтому и стали пользоваться методами НКВД. Борцы против сергианства оказались самим матерыми приверженцами методов сергианцев. Свободного доступа к информации им не нужно. распространение истины им противопоказано. Цитата. Отец Владимир заявил, что был шокирован атмосферой последнего собора. В отличие от предыдущего, на котором все делегаты высказывались свободно и без ограничения времени, на нынешнем все выступления были ограничены четырьмя минутами. По их истечений отключался микрофон. Система безопасности на четвертом всезарубежном соборе была доведена до абсурда. Члены архкомитета во время обеденного перерыва производили незаконный обыск личных бумаг делегатов. Изымая из них старый проект резолюции собора, в котором говорилось о присоединении к РПЦ МП. Как известно, собор отказался принять такую резолюцию. По свидетельству отца Владимира, во время выборочного оглашения проекта акта о каноническом общении с РПЦ МП, представители архкомитета распределились по залу и физически препятствовали делегатам конспектировать оглашаемые цитаты. Делегатам фактически предлагал проголосовать за акт, который так и остался засекреченным от собора высшего органа управления РПЦ ЗЛ. КАВЫЧКИ ЗАКРЫТЫ Мне лично, когда я узнал, что так обращались с делегатами, стало препротивно, так как я в своей жизни много потерпел от такого досмотра. Это надо же собрать со всего мира своих единоверцев и не доверять им, буквально измываться над их свободой. Позор несмываемый. Таким образом, лучше всего доказали, что нужно было им объединяться с МП в тот же день и час, так как методы работы одни и те же. ИСАЯ 29.9 Изумляйтесь и дивитесь, они ослепили других и сами ослепли, они пьяны, но не от вина, шатаются, но не от секеры. ИСАЯ 54.14 Ты утвердишься правдой, будешь далека от угнетения, ибо тебе бояться нечего, и от ужаса, ибо он не приблизится к тебе. Псалом 63.7 И изыскивают неправду, делают расследование за расследованием даже во внутренней жизни человека и до глубины сердца. Псалом 36.32 Нечестивый подсматривает за праведником и ищет умертвить его. Если бы реально видели мы все, что творится возле нас, хотя незримо, лишь представишь, с основанием потрясет обнаженная без лоска и без грима. Рядом ангел охраняет от беды, побуждающий молиться, добрым быть. Без него давным-давно погиб бы ты, и пришлось бы вместе с демонами быть. И фанатиками тех нетрудно посчитать, кто живет с таким раздвоенным мышлением. Слышать странно то всегда для новичка, в ком духовного лишь чуточку маленько. Это тело как реальность только прах. Непотребно скоро морщится, ветшает, собираться через час уже пора, разбирать на вырост скройные шапки. Привыкаешь как всему, как повелось, и без нас сумеют лакомство добыть. Тварь незримая восстанет в полный рост, заскрежещит, воздымаясь на дыбы. К Иисусу не забыться, возобить, тайну исповеди Он не разглашает. Не упрямся, как в войну колхозный бык, а иначе нам ермо. Беда большая видеть то, что происходит возле нас, спор за душу и за тело непременно. Запасные есть полки, смирение, страсть, там внезапно налетевший стук накренет, струк накренет. И на чьей мы стороне победа там? Бог учитывает наши пожелания, враг бежит, молитвой гоним по пятам, получается предведение по плану. В разговорах, в тяжких спорах умудрись за завесу чрезвычайности проникнуть. Смерть от дьявола в Иисусе только жизнь, а иначе враг разденет нас до нитки. 8 июня 2006 год Игнатий Лапкин. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Книга «Открытым оком». Тема «Русская православная церковь». Том 17 вопрос 3164. Печальное нынешнее состояние РПЦЗ. Из многомиллионной паствы остались крохи. Можно ли было как-то кардинально положение изменить, ибо в течение 80 лет явно им было к чему у них идет дело? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Видеть-то они видели, что число их катастрофически уменьшается, но они пытались реанимировать через совершенно противоположные средства. Вместо того, чтобы идти в мир и заниматься миссионерством, они как истинные потомки в кавычках Святой Руси строили храмы, благолепия храмов, богослужения, храмы и монастыри, монастырские послушания, монастырские обеты тиражировали, занимались тем, что смертельно опасно, тешили свой неевангельский опыт. Вот их уставы, как под копирку с древних монашеских книг. Там монашество высосало соки из народа, вылавливало лучших и гробило их за стенами монастырей, так и эти. А результат один и тот же. Полное исчезновение и ветер в пустыне и в пустой голове. Когда пишут о монахах, то всегда подчеркивают, что у них всегда было Евангелие, что они изучали Писание, как у Серафимов. В Котонке постоянно было Евангелие. Смотрели в книгу, а видели в этом Евангелии на каждой строчке по два и по три разы говорится о проповеди, о благовестии, о распространении Слова Божия, о просвещении народа Писания. Они делают абсолютно напротив того, прячут истинные слова Библии и подменяют их мертвящим духом монашества. И приводят, как и в этом сборнике монашеских уставов, даже места Писания. А я нет, а ни одного нет к месту. Применяют все к монашеству, когда это самое их в кавычках святейшее монашество возникнет. Через три столетия позже сказанных слов Христа извращать Писания мастеров было много, и особенно среди черноарижцев. Цитата. Сборник положений уставов и законов Русской Православной Церкви за границей. 2006 год, 248 страница, 248 страниц, размер книги 220 на 280 миллиметров. Страница 88 цитата. Житие монашеское в них должно быть благоустроено на незыблемом основании Слова Божия. При пособии наставлений и примеров Святых Отец, ибо только на всем основания здания духовной жизни и спасения воздвигается прочно и благонадежно. Лица, поступающие в монастыри и принимающие иноческий посты, среди других обетов дают обеты послушания, целомудрия и нестяжания, дающие обет послушания и отречения от своей воли и от своего мудрования должны основывать его на слове Господнем. Матфея 16, 24 Если кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мною. Дающие обет целомудрия должны внимать слову Христову. Матфея 19, 12 Кто может вместить, да вместит и слову апостольскому. 1 Коринфянам 7, 32 Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу. Дающие обет нестяжания должны утверждаться на слове Христовом. Матфея 19, 21 Иисус сказал ему, «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мною». Лица, вступившие в монастырь, должны к верному и неослабному исполнению сих обетов постоянно побуждать себя Словом Христовым. Лука 9, 62 «Но Иисус сказал ему, «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия». «О благотворности послушаем, о потребности...» 62, а ты сказал 69. Надежда Васильевна тебе поправляет. Лука 9, 62 «Но Иисус сказал ему, «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия». «О благотворности послушания, о потребности духовного руководства и об опасности поползновения жить по своей воле, они они должны вразумлять себя словом премудрого Соломона». Притчи 11-14 «При недостатке попечения падает народ, а при многих советниках благоденствует». И словом апостольским Евреям 13-17 «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно». От сих главных начал должны происходить и к ним быть применяемы все правила и распоряжения, благоустрояющие монастырское братство в целом и поведение каждого члена братства в отдельности. Кавычки закрываются. Главное же в монашестве есть удаление от мира, замкнутое за стенами монастыря «Противление словам Христовым идти на проповедь всему миру» Марка 16-15 «И сказал им «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Выступающие на соборе зарубежные пастыри говорили о стремительном уменьшении числа прихожан РПЦЗ. Можно вывести кривую, что через 10-15 лет останется меньше половины того, что есть, и вскоре напрочь засохнет. Итого опровергать невозможно. Если бы кто доказал и пророчески подтвердил, что положение может измениться и весьма кардинально, если бы вышли на проповедь миру, как делают протестанты, неся истинный свет через православие и в первую очередь через монашество, не обремененное семейными узами, то и тогда под страхом неминучего исчезновения смерти уставы монашеские не изменят, так и умрут, как умерло египетское монашество в пустынях. Преступно не ценить благоволение, расположение владычнее к себе, с желанием распечатать понедельник, чтоб не сгореть, не утонуть в воде, ценить неоценимость ветерка, затишье, тень от облаков прохладу, как через веки молниям сверкать, и это даром все, а не заплату. И есть ли ценник в совести у нас на все пять органов, на зрение и слух, на вкусовые качества и осязание страсть, здоровый организм и к запахам неглух. Во всем прищедрость дивного владыки, дарующего речь и накопитель знания, на предложение, перед их на стыке, знак вопросительный в усталости поставим, ревизию в себе произвести, из удивлений таинством сейчасным, мазки картины, из куплетов стих, талант, что после смерти не погаснет. С восторженностью детскую смотри, забудь о седине, прикрой и опыт, как будто первый раз со всех витрин ты с любопытством оттираешь копоть. Тогда события, известия и слухи во свете Библии пересмотреть придется. Стань любопытной девочкой в старухе, стан распрями и станешь выше ростом. Таинственность восходов и закатов, рождение, прорастание, созревание и как-то бы во все проникнуть надо, раздвинуть чуточку таинственные грани, переоценку ценностей назначь, во свете Слово Божие прозрение, в молитве вдумчивой, конечно, а не вскачь. Там рассудительность свое подставит стремя. Одиннадцатая июня 2006 год Игнатий Лапкин. Спасибо, Христос, за внимание. Сегодня все с Богом отошел. Спасибо, Христос. Аллилуйя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok